Одна из улиц нашего города носит имя героя социалистического труда, директора Московского коксогазового завода Павла Федоровича Гаевского. Более 30 лет руководил он градообразующим предприятием. При нем завод стал одним из лучших в металлургической отрасли. В обязанности директора входило контролирование хода строительства рабочего поселка, будущего города Видное. В короткий срок руководителю предприятию удалось переселить заводчан из барака в благоустроенные дома. Павел Федорович вникал и в развитие инфраструктуры молодого поселка. Забота о людях, внимание к ним – отличительные черты характера этого удивительного человека. О нем и пойдет рассказ в нашем следующем сюжете. Улица Гаевского в городе Видное, пожалуй, самая уютная. После благоустройства здесь были сохранены яблони, посаженные первыми жильцами этих домов. И люди помнят Павла Федоровича Гаевского, директора Московского коксогазового завода. Для рабочих был. Все для рабочих делал. Все для простого народа. Я так считаю. В 1950 году завод готовился к пуску. Нужен был специалист-коксохимик, у которого должен был быть опыт руководителя и хозяйственника. Таким и был Гаевский. Я ежеквартально получал переходящие красные знамена. Это лучший был завод в Министерстве черной металлургии, да, в общем-то, и в Советском Союзе. Приступив к работе в должности директора Московского коксогазового завода, Павлу Федоровичу сразу же пришлось решать и жилищные вопросы. В декабре 1950 года, когда он только несколько месяцев руководил новым производством, должны были сдавать целых 43 дома. И вот Павлу Федоровичу пришлось одновременно с подготовкой к пуску завода осуществлять контроль, подготовку и сдачу вот этих домов на постоянном поселке, которые строились по решению Мосгорсовета. И он прекрасно справился с этой задачей. В том же декабре все дома вступили в эксплуатацию, и целый ряд работников завода получили в них квартиры. Воле у судьбы теперь внук Павла Федоровича Тимур Гаевский. Руководит жилищно-коммунальным хозяйством района. Мой дед, Павел Федорович, для меня является абсолютным примером этой жизни. И когда мы начинаем подходить к принятию тех или иных важных вопросов в жизнеобеспечении города, конечно, это накладывает на всех нас очень большую ответственность. И я знаю, как к жизни относился дед, насколько он был человеком ответственным. Безусловно, я в жизни не могу поступать иначе. И поэтому полностью, принимая те или иные решения, как я уже сказал, я всегда думаю, как он повел бы себя в той или иной ситуации. Должен сказать, что мне это очень сильно помогает. Но вернемся в то далекое и прекрасное время, когда молодой поселок превращался в красивый и ухоженный населенный пункт. А завод, побеждая в каждой пятилетке, добивался все больших успехов. Уже к 60-м годам предприятие стало одним из лучших в металлургической отрасли. На протяжении 30 лет завод удерживал эти позиции. Это заслуга людей, объединенных общим стремлением к покорению вершин. Но главный вдохновитель всех побед – Павел Федорович, руководивший все эти годы предприятием. Павел Федорович задал планку нравственности руководителя, планку морального облика руководителя, которой, как мне кажется, должны стремиться многие руководители сейчас. Это трудная задача быть не просто хозяйственником, а человеком, который живет и работает для людей. Вот именно таким отец и был. Директор завода Гаевский понимал, насколько вреден для здоровья труд коксохимика. Поэтому строительство профилактория для рабочих было для руководителя очень важным. Перед кончиной отца заканчивалось строительство профилактория, и отец, уже теряющий силы, он нашел силы, он протянул руку к окну, показывая на профилакторий, и сказал фразу, которую я никогда не забуду. Он сказал «Я людям». В этом, я думаю, был весь отец. Павел Федорович при жизни не очень любил фотографироваться. Он считал, что реальные дела должны оставаться в памяти у людей. Они и остались. Это историческая часть города, завод, который для многих поколений семей стал родным домом. Его сын Вячеслав – непрофессиональный скульптор. И забродила отца таким, какой он был. Людмила Медведева и я, Дамя, Наталья Бустлаева, Видное ТВ.